Как составить тренировку для набора мышечной массы или для похудения, используя одни и те же упражнения? Например, приседания Goblet с гантелей. Очень хорошее упражнение для ягодичных и ног. Если ваша цель похудения, после выполнения приседаний добавляйте плеометрику, что добавит вам интенсивности в вашей тренировке и поможет сжигать лишние калории. Если ваша цель набор мышечной массы, то я рекомендую отдыхать не менее 45-60 секунд между подходами. Вы можете растянуться, отдохнуть, добавить рабочий вес и опять выполнять это упражнение. Далее, например, выпады вперед. Если ваша цель похудения, то вы это упражнение можете скомбинировать, допустим, с подъемом на бицепс. Работает больше групп мышц, значит больше идет жиросжигание, больше калорий сжигается, тем самым увеличится интенсивность тренировки. Если ваша цель набор мышечной массы, то только выполняйте это упражнение, отдыхаете, добавляйте рабочий вес и уже выполняйте следующий подход. Некоторые принципы выполнения упражнений могут использоваться как и при похудении, так и при наборе мышечной массы. Например, если вы добавляете упражнения на пресс между основными базовыми упражнениями. Например, тяга для ягодичных. При выполнении подхода вы можете выполнить один подход упражнения на пресс, отдохнув и продолжить следующий подход. Если цель похудения, то не отдыхаете вообще. Если ваша цель набор мышечной массы, здесь можно сделать небольшую передышку, добавим рабочий вес, выполнять следующий подход. Очень часто некоторые думают, что при наборе мышечной массы можно использовать и нужно использовать только упражнения с тяжелым весом по принципу пирамидки. А суперсеты, дропсеты это больше для похудения. Я с этим совершенно не согласна. Этот принцип, суперсет, можно использовать как и при похудении, так и при наборе мышечной массы. Я надеюсь, вам понравилось это видео. С вас лайк, подписка на канал. Я обещаю, будет еще очень много интересного и полезного.